Генеральный партнер программы новости – торгово-развлекательный центр «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Когда в квартирах станет тепло? Новые назначения в администрации города и новые планы на неделю и долгосрочные. Мусорные площадки и контейнеры подведут под единый стандарт, согласно новых правил и требований благоустройства. Встреча с Олегом Токтаровым, именитый спортсмен и актер, дал журналисту нашего канала эксклюзивное интервью. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. В этом году осень прохладная. Обычно в октябре в Анапе еще можно купаться и загорать. Показания с термометров с отметкой плюс 10-12 градусов заставляют потеплее одеваться не только перед выходом на улицу, но и в помещениях. Так когда же в квартирах будет тепло? Подать отопление в дома анапчан предприятие «Теплоэнерго» готово. Отопительный сезон в Анапе начнется 15 октября, если в течение пяти дней среднесуточная температура не будет выше плюс 8 градусов. Если на улице потеплеет, то тепло подадут по заявкам. В социально значимых учреждениях батареи уже горячие. Отопление включено в муниципальных учреждениях, школах, детских садах и больницах со 2 октября. По заявочкам были заявки у нас в «Теплоэнерго». Это у нас ручеек, это у нас горбольницы. Значит, объекты у нас все полностью сейчас отопление. Потому что люди лежат в больнице, мы обязаны были подать. Мы включили. Жилой фонд к зиме готов. Выполнены необходимые ремонтные работы. Была проведена полная проверка систем центрального отопления. 15 октября наши сети, ПВС, то бишь на нашем участке тоже прошли все промывку, опрессовку. Все наши котельные подготовлены, сданы в эксплуатацию. И готовы к отопительному сезону 2013-2014 года. Главная задача на сегодня заключение договоров на техобслуживание между собственниками помещений и поставщиками услуг. Новые назначения и новые рабочие планы на неделю и долгосрочные. Мэр Анапы Сергей Сергеев провел очередное планерное совещание. В центре внимания итоги прошедшего курортного сезона и подготовка к новому. Подробности планерки расскажет Наталья Пухальская. О поручениях, выполненных и на контроле, доложил заместитель мэра Анапы Олег Костенко и представил помощника мэра по информационному содействию Любовь Евсееву. Планы на неделю по подготовке к празднику на Атамане и ко Дню Матери представила заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко. В Анапе в рамках праздника пройдет благотворительная акция «Цветик-семицветик». И с 1 октября в Анапе запланированы проверки объектов социального значения с круглосуточным пребыванием детей. Людмила Гузенко отчиталась о каждом. Центр Ника в селе Юровка, школа-интернат в Суворове-Черкесском и учреждение здравоохранения. Городская больница, три участковые и детская. Заместитель начальника отдела полиции Андрей Раб отчитался о криминогенной обстановке в городе. Сотрудники полиции раскрыли 9 случаев крошимущества и транспорта. Проверили 59 иностранных граждан. 21 привлекли к административной ответственности. Начальник миграционной службы Андрей Дубошин доложил о результатах работы своих подчиненных. Провели 8 профилактических мероприятий совместно с полицией и казачеством. Привлечено 5 человек административной ответственности за незаконную трудовую деятельность. 5 граждан России за предоставление этой работы иностранным гражданам. И 2 гражданина России за предоставление жилья незаконно находящимся иностранным гражданам. Сумма штрафов составила 52 тысячи рублей. Все заставили. Депортировали 4 гастарбайтеров, нарушивших условия и правила пребывания в России. Сергей Козлов объявил о начале работы осенней призывной комиссии и дал задание главам сельских округов подготовить молодых людей к ответственности, не превращать призыв в балаган. Служба в армии должна начинаться достойно. На этой неделе продолжат работу специалисты КУМИ сельскохозяйственного управления. В двух сельских округах, Субсесском и Гайкадзорском, инвентаризацию земельных участков уже провели. К концу года планируют отчитаться о результатах по всем населенным пунктам. Мэр Анапы Сергей Сергеев призвал чиновников, специалистов и начальников городских служб относиться к работе ответственно. В планах на неделю отчет всех служб о прошедшем летнем сезоне и подготовка к новому. По планам в Анапе будет новый пляж. По распоряжению мэра Анапы Сергея Сергеева в районе Малой бухты укрепят берег и оборудуют пляж для отдыха анапчан и гостей курорта. На повестке дня вопрос об участковых. 17 ноября будет 90 лет, чем правильные службы участковых. Давайте проведем конкурс, давайте выделим средства на поощрение лучших. Но сразу секрет открою. Самая главная цель этого конкурса – это представление своих участковых населения. Итоги важного для Анапы инвестиционного форума в Сочи доложил начальник управления экономики инвестиций Евгений Приставка. Руководитель аэровазарного комплекса выразил благодарность, Марина Юрьевна, я хочу подчеркнуть, вашей службе, что все вопросы, которые касались взаимодействия архитектуры и Елены Вячеславовны службы, касались земли, никогда раньше так не решались. Я даже подумал, что у руководителя Анапского аэропорта Николая Ивановича какие-то свои взаимоотношения сложились. Все, да, сложились со мной, нормальные, деловые и так далее. Свои инвестиционные возможности город-курорт презентовал сразу на двух площадках. В общем павильоне, где расположились все муниципалитеты Кубани, и в выставочном зале, где были собраны лучшие предложения Краснодарского края для инвесторов России и зарубежья. Сергей Сергеев подписал 11 соглашений. Инвестиции составили 5 миллиардов 721 миллион рублей. Наталья Пухальская, Артем Зиборов, Анапа. Регион. Рекомендации и мастер-класс для авторов. В Анапе принимают краевой семинар начинающих литераторов в Кубани. Руководитель семинара – поэт, писатель, драматург и одновременно секретарь правления Союза писателей России Василий Дворцов, лауреат международных и всероссийских премий. В субботу, 5 октября, краевой семинар открыли в Центре культуры Родина. На встрече молодые авторы познакомились с командой жюри. Пожелания, рекомендации и общие установки. В первый день семинара определили программу. С 11 до 18 часов в каминном зале Родина работала секция поэзии. Авторы-прозаики презентовали свое творчество в Центральной детско-юношеской библиотеке. Вечером литераторы встретились в неформальной обстановке в литературной кофейне «От А до Я», разбавив официальную атмосферу поэтическим фрешем. Новые требования благоустройства и новые нормы. В администрации города-курорта провели специальное совещание. Подробно рассказали руководителям предприятий, как должны выглядеть мусорные площадки и контейнеры, чтобы не портить внешний вид города и при этом соответствовать санитарным нормам. С докладом выступила исполняющая обязанности начальника управления ЖКХ Татьяна Буняк. В Анапе проводят мониторинг санитарного состояния, санитарной очистки и благоустройства города и сельских округов. Специалисты комиссии отметили несколько недостатков и несоответствия облику и имиджу города. Выявили нарушение требований санитарного законодательства. Не решен вопрос с установкой и приведением надлежащий вид контейнерных площадок. Они должны быть на расстоянии не менее 20 метров. В большинстве случаев контейнерные площадки деформированы. Целостность нарушена, многие без краски или ржавые, без обозначений, без крышек. А это причина дополнительного загрязнения окружающей территории. Еще одна проблема. У многих управляющих компаний нет договора на вывоз крупногабаритного мусора. Если бы наш регион был где-то в Дальний Север, может бы у нас с вами как острый вопрос не стоял. Но именно позавчера, когда с главой мы делали отход в 21.00 вечера и делали мы отход по контейнерным площадкам, и резко встал вопрос. У нас здесь в контейнерной площадке завалено крупногабаритное мусор. В администрацию Анапы поступило обращение из территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты и прав потребителей по Краснодарскому краю обязать управляющие компании и хозяйствующие субъекты контролировать санитарную очистку и привести в должный вид контейнерные площадки, провести инвентаризацию контейнеров, пришедшим в непригодность заменить. Татьяна Буняк посоветовала руководителям приобрести новые пластиковые контейнеры, которые сейчас заменили железные во многих городах края. Крышками закрываются, мусор не летит, вони никакой нет. Эти контейнеры прекрасно дезинфляцируются, прекрасно обрабатываются. До 1 ноября 2013 года общими усилиями всех город должен стать чистым и привлекательным. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Продолжаем выпуск новостями спорта. Федерация Ориенталов России провела в Анапе международный фестиваль смешанных боевых искусств. Инициаторами фестиваля выступили юные спортсмены. Они предложили провести турнир, а средства направить пострадавшим в результате наводнений на Дальнем Востоке. Тренеры передали пожелания в Федерацию Ориентала. Особым гостем фестиваля стал актер и спортсмен Олег Токтаров. Он дал эксклюзивное интервью нашему каналу. Лариса Басова встретилась с именитым спортсменом. Олег Токтаров прибыл на торжественное открытие фестиваля и приветствовал участников. Мы все очень рады, что вы сюда приехали. Мы рады, что мы вместе. Мы надеемся, что у нас получится отличное мероприятие, отличные бои. Вы уже знаете правила. Правила у нас немножко более мягкие, чем обычно. Травмы нам получать никак нельзя. На следующий год мы надеемся увеличить количество участников. Как минимум в двое через год, может быть. Пять раз, может быть. Десять раз. То есть будем расти. На столике судейской коллегии был установлен бокс для сбора средств, пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке. Сами спортсмены, тренеры, гости фестиваля, представители Федерации смешанных боевых искусств оказывали посильную помощь. Олег Токтаров заверил всех, что средства уйдут адресатам сразу же после окончания фестиваля. Федерация также внесет свой вклад. То, что миссия такая, вот именно помочь детям, это очень важно. Вы знаете, коммерческие турниры проводить, это любой сможет, это просто. Их на каждом углу, каждый день полно. А вот заниматься детьми, это неприбыльное дело. Это, если сердце подсказывает, надо делать. И у нас дети-то особенные. Но мне нравится, что дети чувствуют, что мы живем в одной стране. То есть, если будет нужно помочь детям Анапы, я уверен, что все, кто приехал из других регионов, они первые поднимут волну, чтобы помочь своим друзьям. Участники фестиваля, конечно же, спешили пожать руку на удачу в бою и запечатлиться на фото с прославленным актером и спортсменом. Олег Токтаров провел более 20 боев по смешанным единоборствам на рингах Америки и Японии и ни разу не потерпел поражение болевым или удушающим приемом. Это второй международный фестиваль для детей и юношей 94-го 2002 года рождения. Первый фестиваль прошел в прошлом году в Москве. Выбирая новое место для проведения, организаторы остановились на Анапе. Выбрали зал спортивной школы номер один. Не было проблем и с размещением участников. Так что, возможно, фестиваль смешанных боевых искусств получит постоянную прописку в нашем городе. Тут громкие турниры проходят, РСБИ проводят, юношские игры по неолимпийским видам спорта. По кикбоксу недавно прошел Даймонд Куб, достаточно уже тоже закрепившийся турнир. Анапа, мы считаем, как бы благоприятное такое место, где удобно проводить такие мероприятия. Около 200 участников представляют 15 команд. Им предстояло сражаться в миксфайте, шутфайте, таксинг-рестлинге. Более всего, спортсменов еще совсем юных, но уже с опытом выступления на чемпионатах, представил Краснодарский край, Ставрополье, Республики Кавказа. Все средства от международного фестиваля смешанных боевых искусств пойдут пострадавшим от наводнения. Лариса Басова, Артем Зибров, Анапа-регион. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке партнера программы салона магазина подарков «Важная персона». Когда простых слов уже недостаточно, они скажут все за вас. Эксклюзивные подарки для дорогих людей. Салон «Важная персона». Важно, что ты есть. Анапа, улица Ленина, 15. Важная персона. Важно, что ты есть. Во вторник, 8 октября, в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 11-13, ночью до 9 градусов тепла. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 9 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы торгово-развлекательного центра «Алиса». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я прощаюсь с вами. Увидимся завтра в это же время на канале РЕН-ТВ. До встречи. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса». Исполняет ваши желания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова